Азербайджан Армения обнародовала собственные предложения по нормализации отношений с Азербайджаном. Представленная Ереваном повестка состоит из шести пунктов, в то время как Баку сформулировал свою позицию в пяти базовых принципах. Предложение армянской стороны озвучил в телеэфире посол по особым поручениям Эдмон Марукян. По его словам, первый пункт содержит информацию о том, что Армения отвечает на письмо Азербайджана, полученное 11 марта. В чем заключается практическая ценность этой информации, Марукян не уточнил. Равно, как и то, для чего она вынесена в отдельный пункт и какую мысль армянская сторона пытается донести этим хронологическим уточнением. Касаясь второго пункта, Марукян подчеркнул его особую важность. Здесь говорится о том, что Армения никогда не имела и не имеет территориальных претензий к Азербайджану. Отмечается, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана еще в начале 90-х, когда обе республики вступили в СНГ. При этом Эдмон Марукян вновь не удосужился прояснить ситуацию, хотя она вызывает закономерные вопросы. Если Ереван еще в 1992 году признал территориальную целостность Азербайджана, то как это признание коррелирует с оккупацией азербайджанских территорий? И означает ли ссылка на указанный период, что Армения не видит необходимости в повторном признании? Если дела обстоят именно так, то Ереван сильно заблуждается, полагая, что может отделаться столь сомнительным трюком. В мирном соглашении Армения должна безоговорочно признать территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах. При этом должен быть зафиксирован отказ Армении от территориальных претензий к Азербайджану. Иного варианта попросту нет, поскольку в противном случае Азербайджан откажется признавать территориальную целостность Армении. Такая перспектива не сулит Армении ничего хорошего, так как эта страна не способна противостоять подобным вызовам. Таким образом, второй пункт армянской повестки нуждается в принципиальной корректировке, по итогам которой не должен вызывать никаких вопросов. В своем нынешнем виде этот пункт годится разве что для внутреннего потребления, но никак не для субстантивных переговоров. Далее армянская сторона переходит к так называемым основополагающим вопросам. Под таковыми в третьем пункте значатся гарантии безопасности и прав проживающих в Карабахе армян и определение окончательного статуса Карабаха. В Баку неоднократно заявляли, что статус этого азербайджанского региона не может быть предметом обсуждений. По итогам Второй Карабахской войны этот вопрос утратил актуальности для международного сообщества. Дискуссии по темам, выпадающим из контекста нынешних реалий в регионе, заведомо бессмысленны и непродуктивны. Статус Карабаха в определении не нуждается. Это такой же регион Азербайджана, как и все другие расположенные в пределах международно признанных границ республики. Если у Армении до сих пор имеются какие-либо сомнения на этот счет, то это говорит либо о неспособности, либо о нежелании безболезненно адаптироваться к реальности. Что касается гарантий безопасности и обеспечения права армян Карабаха, то они будут предоставлены в строгом соответствии с Конституцией Азербайджана. То есть миф о некой исключительности армян при этом учитываться не будет. Обсуждать на переговорах эти гарантии можно будет только без привязки к так называемому определению статуса Карабаха. Если же Армения не оставит попыток впихнуть мертвый вопрос статуса в повестку переговоров, то перспектива установления долгосрочного мира в регионе существенно отдалится. И в этом будет повинна исключительно армянская сторона, поскольку повестка Азербайджана всецело опирается на нормы и принципы международного права. Стало быть, третий пункт предложения Армении также нуждается в основательной доработке с учетом объективной действительности. В четвертом пункте Ереван указывает на важность выполнения обязательств, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России. В этом контексте упоминается проблематика так называемых армянских военнопленных и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. По словам Эдмона Марукяна, Азербайджан якобы затягивает решение обоих вопросов. Это откровенная ложь, поскольку у Баку предельно четкая позиция по этим вопросам. Армянских военнопленных в Азербайджане нет. На диверсантов этот статус не распространяется. Разблокирование коммуникаций требует именно Азербайджан, а армянская сторона под различными предлогами тормозит этот процесс. В пятом пункте Армении заявляет о готовности к переговорам по мирному соглашению на основе трех документов. Это устав ООН, Международный пакт о гражданских политических правах и Хельсинский заключительный акт. Ни в одном из этих документов право народов на самоопределение не превалирует над принципом территориальной целостности государств. Поэтому рассматривать их в качестве некоего подспорья для деструктивных планов Армении не приходится, как бы в Ереване не надеялись на обратное. Шестой пункт повествует о том, что Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ на предмет организации переговоров с Азербайджаном. В условиях фактического распада Минской тройки такое обращение представляется совершенно бессмысленным. Вдобавок ко всему в предложениях Армении не упоминается делимитация и демаркация границы. Этот пробел лишний раз свидетельствует о том, что повестка Еревана непродуктивна. Если Армения реально заинтересована в развитии мирного процесса, то ей придется кардинально пересмотреть свои подходы.